Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Бюджет Кировской области приняли с дефицитом 2,5 миллиарда рублей. Главный финансовый документ региона на 2023 год утвердили в областном ЗАГСобрании. В следующем году доходы бюджета составят 84 миллиарда 800 миллионов рублей. Расходы 87 миллиардов 300 миллионов. Дефицит областного бюджета таким образом составит 2,5 миллиарда. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Законопроект поддержал и большинство депутатов. Против оказался лишь один парламентарий. Еще один человек воздержался. Примечательно, что в прошлом году на региональный Минфин верстал бюджет 2023 года с таким же профицитом. 2,5 миллиарда. Кировская компания может выкупить российские заводы Икеа. Всего их в стране 4. Один из заводов расположен в Яскополянском районе. Предприятия продаются единым лотом. О намерении кировской компании заключить сделку заявил губернатор Александр Соколов в ходе своей прямой линии. Несмотря на то, что в переговорном процессе участвует целый ряд компаний, Соколов выразил надежду на успех местных предпринимателей. Губернатор не озвучил название организации, лишь сказал, что она связана с лесопереработкой. При этом Соколов рассчитывает, что на завод вернутся люди, которые работали там до того, как Икеа заявила об уходе с российского рынка. В эфире «Экономика». Андрей Вавилов стал бизнес-омбудсменом Кировской области. Его кандидатуру утвердили депутаты областного ЗАГС собрания. Губернатор Александр Соколов назвал уполномоченного по защите прав предпринимателей важным звеном в цепочке коммуникаций между бизнесом и властью. Вавилов уже работал на посту бизнес-омбудсмена в 2012-2013 годах и с 2014-го по 2017-й. Сейчас он возглавляет рекотделение общественной организации «Опора России». На должность уполномоченного также претендовала гендиректор компании «Руснедвижимость» Екатерина Орешкович. Напомню, предыдущий бизнес-омбудсмен Вячеслав Попов сложил полномочия осенью. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 64,30 рубля, евро 68,45 рубля. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Субтитры создавал DimaTorzok